Такое странное убийство. Когда это случилось, это признали несчастным случаем. Потом прошло приличное количество лет, и Назарбаеву срочно понадобился Аблязов. И выкурить его никак не получалось. Придумали уголовщину. Придумали уголовщину и стали выкуривать Аблязова. И несчастный случай превратился в убийство. Причем братишка убитого или погибшего при несчастном случае человека дает интервью в журнале Esquire. Я тогда, если честно, не поняла. Но как бы журнал Esquire, он такой про роликсы, про бриллианты, про сытую жизнь. И зачем вот я хочу высказаться. По-моему, такая фабула была. Я хочу высказаться, сказать всю правду. Там впервые троллевали почему-то в Esquire. А сейчас куда-то делся Аблязов. У него аккаунты исчезли. В Фейсбуке чуть пораньше. А сейчас я увидела, что в Инстаграме его тоже нет. И по какому-то стечению обстоятельств объявились все члены семьи. Спустя, ну блин, почти 20 лет со дня то ли убийства, то ли несчастного случая. И спустя такое долгое время вдруг члены семьи решили высказаться. Очень странно. Очень сильно не хотели выпускать Токмади. Очень сильно. У меня вопрос просто как у обывателя. Просто, просто как у простого обывателя. Получается Токмади такой всесильный. Раз его так испугались. Очень много странностей. Зачем-то наняли столько много блогеров. Зачем? Ну блин, это так странно. Писать про смерть брата среди роликсов. Потом нанимать столько всяких блогеров. Ну, которые ясен перец за деньги там создали нужный ажиотаж. А зачем этот нужный ажиотаж? Ну, для чего он? Ну, неужели там на той стороне в лице облязывает Токмади такая вот сверхсила? Чего так сильно бояться власти? Чего? Хорошие сапоги, значит, облязав и Токмади надо брать. Хорошие сапоги. В любой ситуации правду знают только участники этой ситуации. В той ситуации было, я так поняла, три участника. Погибший водитель и Токмади. Я так поняла, что три человека присутствовали. И только они знают правду. Остальные мы все можем двигаться по вере, по интуиции. Вот моя интуиция подсказывает мне, что здесь... Что-то, блин, короче. Что-то так ложовое, если честно. Если бы у меня умер брат, да? Ну, не знаю. А с херали я, когда он умер, признала бы это несчастным случаем. И потом, спустя 20 лет, когда властям понадобился бы какой-нибудь человек за границей, я бы активизировалась, скажем так. И вспомнила, что оказывается, моего брата убили. Ну, блин. Ну, если бы моего брата убили, блин. Ну, блин, все же так просто. Зачем усложнять? Зачем наворачивать? Зачем блогеры? Зачем айты вообще? Хорошие сапоги. Облязов и Токмади. Надо брать. Хорошие. Раз столько активизировалось на той стороне всяких лишних, ненужных ресурсов и сил, значит, точно сапоги хорошие. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok